Добрый вечер! Вы перевесите Карачаево-Черкесия в студии Руслан Жукаев. Правительство Российской Федерации Александр Новак. Глава Республики Рашид Тимрезов рассказал об основных показателях социально-экономического развития региона и инвестиционных проектах, которые уже реализуются или стартуют в ближайшее время. Среди них два приоритетных проекта – строительство аэропортового комплекса в субъекте, а также развитие интенсивного садоводства и строительство оптово-распределительных центров. Александр Новак назвал важнейшим событием не только для Карачаева-Черкесии, но и для всей России строительство нового аэропортового комплекса Архыз. И сегодня в рамках Кавказского инвестиционного форума в присутствии вице-премьера России, глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов и генеральный директор управляющей компании аэропорта регионов Евгений Чутновский подписали соглашение на проектирование, строительство и эксплуатацию нового аэропортового комплекса Архыз. Реализация начинается в этом году. Планируемый объем инвестиций – около 30 миллиардов рублей. Ожидаемый пассажиропоток – 2 миллиона человек в год. Кроме того, будет создано более тысячи новых рабочих мест. Новый аэропорт станет первым в регионе. Его запуск станет мощным стимулом для развития туризма. Аэропорт позволит существенно сократить время пути до популярных туристических кластеров Архыз, Тиберда и Дамбай. Планируется, что строительство нового аэропортового комплекса будет завершено к концу 2028 года. На полях Кавказского инвестиционного форума глава Карачаева Черкесии принял участие в панельной сессии «Спортивный Кавказ» с участием министра спорта России Михаила Дегтярева. При поддержке Минспорта планируется строительство двух спортивных объектов. Они будут представлять собой самый крупный в республике единый спортивный кластер, который будет расположен в новом строящемся на 35 тысяч человек микрорайоне Северный в городе Черкесске. Установка рекламных конструкций или вывесок считается незаконной, если она не согласована с муниципальными властями. Во многом из-за этого в Черкесске с начала текущего года с городских улиц и фасадов зданий демонтировали около 350 различного рода конструкций. Что необходимо знать тем, кто желает выставить на всеобщее обозрение свои товары или услуги, выяснял корреспондент Артур Мхце. Аккуратные дома без лишней кричащей рекламы, дороги без огромных щитов, создающих помехи автомобилистам. Лет семь назад жители Черкесского подобной роскоши для глаз и не мечтали. Разумеется, наведение порядка в сфере наружной рекламы не было легким процессом. Даже сейчас встречаются люди, искренне верящие, что можно где угодно, никого не спрашивая, установить щит, баннер или растяжку. Щиты, растяжки, они у нас незаконные, если они размещены на ограждениях, если они просто прикреплены к деревьям. Была проведена огромная работа буквально недавно по устранению этих нарушений, и это является нарушением. Они должны быть размещены в специально установленных местах, определенных местах, которые утверждены схемой размещения рекламных конструкций. Там они должны находиться. Ежегодно под запрет подпадают сотни рекламных сооружений на основных городских улицах. От 350 Черкесску удалось избавиться в текущем году благодаря работе специалистов отдела по нарушке. Кроме того, за этот же период собственникам конструкции были выданы около 300 предписаний на демонтаж незаконной рекламы. С другой стороны, 10 человек решили пойти правильным путем. Сперва получили у городских властей разрешение, согласовали размеры и содержание, после чего установили рекламные носители. Перед тем, как устанавливать какую-либо конструкцию, либо рекламную, либо вывеску, необходимо обратиться в управление градостроительства и архитектуры мэрии муниципального образования города Черкеска. Только после того, как получили разрешение, уже можно изготавливать и устанавливать данную конструкцию. Стоит помнить, размещение рекламных конструкций без согласования с городскими властями приведет к ненужным проблемам и дополнительным финансовым тратам. Всю необходимую информацию можно получить в управлении градостроительства и архитектуры. Артур Мхц, Олег Молхожев, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии. Ветер восточный. 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 11-14. Температура ночью 15-17, а днем 33-35 градусов тепла. Продолжаем выпуск. Станица Зеленчукская отметила 106-5 годовщину со дня образования. В этот день для жителей и гостей станицы была подготовлена большая развлекательная программа. Юбилей Зеленчукской совпадает с престольным праздником Петра и Павла. Подробности у Али Подашева. День рождения станицы совпадает с днем памяти первоверховных апостолов Петра и Павла. Утро начала праздника – это литургия и крестный ход в соборе станицы, отличающийся особой торжественностью, с участием парадно одетых казаков и множества приглашенных гостей. Жительница Зеленчукской Анна Запорожец сохраняет верность традициям своих предков и начинает престольный праздник с соборной молитвы. Просили о здравии, о здравии душевном, о здравии телесном, чтобы наши родные и близкие всегда были с нами, молились о их здравии, молились об упокоении наших умерших родственников. Ну и, конечно же, просили Господа Бога, чтобы на нашем свете наступил наконец-таки мир. Мы ходили под мирным голубым небом, чтобы быстрее завершилась специальная военная операция. С молитвой и Божьей помощью мы начинаем каждое доброе дело. Занимаемся мирным трудом, благоустраиваем наш общий дом или же все вместе защищаем его с оружием в руках. Вместе нам все по силам. С юбилеем станичников поздравил заместитель атамана Кубанского казачьего войска Сергей Сурма. Сейчас казаки и местные жители продолжают трудиться на благо малой родины. Свято хранят ее историю. В станице мирно живут представители разных национальностей. Все уважают язык, обычаи и традиции друг друга. Зеленчукская является административным центром района. Главное ее достояние – люди. У нас зарождено и испокон веков. Вот эти праздники отмечать вместе. Казаки, русские поздравляют нас, скорочаются здесь. Курман, Байрам, Ораза. И мы традиционно поздравляем с этим православным праздником Петра и Павла. После службы праздничные угощения для всех. Варистый борщ, золотистая курочка, рыба, пирожки с компотом. Затем станичники переместились в центр станицы на спортивные соревнования. Юные спортсмены мерялись силами в беге и перетягивании каната. Кстати, в последнем состязании прекрасный пол одержал уверенную победу над сильным. А чемпионом в конкурсе «Самый сильный станичник» стал выпускник Петербургской военно-космической академии Николай Петров, поднявший 24-килограммовую гирю 80 раз. Спортом занимаюсь по наставлению папы еще с класса 7-го. Спорт мне понравился, особенно тяжелоатлетический. Именно тяжелым видом спорта, как тяжелоатлетика, гири, начал со второго курса, то есть в 20 лет. Вот решил попробовать в родной станице, где вырос, проявить силу, мужество и патриотизм. Также для станичников были организованы народные гуляния и праздничный концерт. Али Баташев, Ольга Савенко, Миха Каракелян. Вести Карачаева, Черкесия. Зеленчукский район. Полувековой юбилей со дня первого наблюдения на радиотелескопе «Ратан-600» отметили в специальной астрофизической обсерватории РАН, расположенной в Карачаево, Черкесии. Конференции, посвященной уникальному научному инструменту, присоединилась Майя Хамдохова. Легендарный «Ратан-600» расположен недалеко от станицы Зеленчукской, в 25 километрах от поселка Нижний Архыз, на высоте 970 метров над уровнем моря. Эта конструкция сочетает в себе преимущества подвижных радиотелескопов и неподвижных одновременно. За полвека на радиотелескопе с кольцевой антенной диаметром 600 метров провели сотни тысяч открытий. Одним из главных стало обнаружение самой далекой радиогалактики, возраст которой ученые оценили в 1,3 миллиарда лет. По словам директора специальной астрофизической обсерватории Геннадия Валявина, такую мощнейшую технологию можно сравнить только с машиной времени. «Ратан-600» является одним из основных инструментов. Вообще радиопазон здесь очень важную роль играет в построении физической картины мира в разные времена. Дело в том, что и оптические телескопы, и радиотелескопы обладают способностью видеть прошлое. То есть это такая машина времени. То есть очень близкие объекты, которые находятся от нас не так далеко, там самые ближайшие, допустим, звезды. Специальная астрофизическая обсерватория РАН была образована 3 июня 1966 года. Но уже в 1974-м был зафиксирован первый сигнал одной из отдаленных галактик. На конференции в честь 50-летия со дня первого наблюдения на радиотелескопе «Ратан-600» присутствовали кандидаты наук, ученые астрофизики и коллеги, которые вспоминали свои первые шаги на пути к открытиям и исследованиям. 300-летию Российской академии наук за многолетнюю плодотворную научно-исследовательскую деятельность их наградили юбилейными медалями. Сравнивая уровень автоматизации, сейчас и 50 лет назад, главный конструктор Геннадий Жеканис озвучил главные проблемы в работе радиотелескопа «Ратан-600». По его словам, для дальнейшего усовершенствования, особенно для замены электронного оборудования, требуются немалые финансовые вложения. Но несмотря на это, радиотелескоп «Ратан-600» работает в режиме общего пользования. Наблюдая за красивым небом Карачаева-Черкесии, молодые исследователи, которые следят за процессом работы радиотелескопа, уверены, что наука и физика в своей уникальности не имеют границ. Высокая чувствительность по яркостной температуре и многочастотность являются основными преимуществами инструмента, аналогов которого нет в мире. Телескоп позволяет проводить исследования как близких объектов – Солнца, солнечного ветра, планет и спутников, так и крайне удаленных – радиогалактик, космических сверхвысокочастотных фоновых излучений. Общая площадь объекта – 15 тысяч квадратных метров. Отныне решение вопросов с недвижимостью стало проще и быстрее. В Черкесске открылся региональный кадастровый центр – филиал одного из самых крупных игроков России на рынке кадастрового учета с историей деятельности компании более 15 лет. С первыми посетителями регионального кадастрового центра встретилась Мадина Каракетова. Открытие регионального кадастрового центра в Черкесске прошло в праздничной атмосфере с участием известных и востребованных в республике эстрадных исполнителей. И какой же праздник без зажигательной лесгинки, в которой приняли участие и гости, и сотрудники нового офиса. Торжественное право перерезать традиционную красную ленту предоставили собственнику кадастрового центра Дешарбеку Тишелееву и сотрудникам. Артисты продолжили праздник, ну а в офис уже пришли первые посетители. Олеся Батчаева работает в сфере недвижимости и очень ценит свое время и время клиента. С открытием кадастрового центра наша работа значительно облегчится, рассказывает Олеся, что не может не отразиться и на качестве услуг, предоставляемых гражданам агентством недвижимости, которое она представляет. Для меня, как работника агентства недвижимости, в сфере недвижимости это всегда нужно, чтобы был общий спектр в одном помещении услуги. Чтобы прийти, например, каждый второй клиент у нас нуждается именно в тех паспорте, в тех плане вмешивания. И бывает такое, что нам приходится как минимум в разные кабинеты ходить или же в разные офисы также. Здесь можно зайти и получить всю услугу разом у одного специалиста. Плюсы стоимость дешевле, чем есть в других организациях, и срок изготовления быстрее. В небольшом, но очень уютном офисе регионального кадастрового центра можно получить широкий спектр услуг, связанных с оформлением земельных участков и недвижимого имущества, рассказывает специалист Руслан Казанлиев. Региональный кадастровый центр поможет вам с оформлением вашего земельного участка, дома, гаража. Подготовит топографическую съемку для газа и для строительства. Мы работаем не только с физическими, но и юридическими лицами. Большой парк оборудования для крупных заказов, например, для аэрофотосъемки. Специалисты регионального кадастрового центра в самые сжатые сроки подготовят проект планировки и межевания территорий, в том числе и для садоводческих товариществ. Оценят и рассчитают кадастровую стоимость объекта недвижимости, изготовят технические и кадастровые документы. Ну и приятная новость для клиентов. Консультации по вопросам недвижимости специалисты регионального кадастрового центра будут оказывать совершенно бесплатно. Двери офисов открыты для посетителей с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. В день открытия сотрудники регионального кадастрового центра порадовали своих первых клиентов и веселыми тематическими викторинами. Их победители получили памятные подарки. Ну и, конечно, всех посетителей ждали вкусные угощения, в том числе и именной праздничный торт. Мадина Каракетова, Мухаммед Ошибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Такими событиями отмечен этот день. Прямо сейчас смотрите премьеру фильма «Пятая группа крови». Всего доброго и до встречи в эфире.